привет друзья как-то у меня за последнее время появилось несколько вопросов связанных с критикой и это моё видео будет таким своего рода видео ответом на письмо которое пришло у меня в мессенджер на фейсбук от одной из подписчиц группы как удачно выйти замуж женщина описывала свою ситуацию но основной у неё был запрос в следующем что мне очень сложно жить с моим мужем он меня постоянно критикует его критика меня обижает оскорбляет унижает и у него вопрос может ли такая критика послужить поводом для развода но мы не будем сейчас обсуждать ситуацию конкретной женщины я сегодня хочу затронуть тему что делать если вы получаете критические замечания от своего мужа мужчины и партнера ну давайте начнем с того что количество людей взрослых мужчин которые понимают как правильно давать обратную связь женщине таких людей мало что я понимаю под правильной обратной связью когда мужчина понимает что то что он сейчас будет произносить не принесет радости женщине она может обидеться расстроиться ну всевозможные негативные реакции свойственны для конкретного конкретного человека тогда мужчина запаковывает вот это вот свое информационное сообщение в правильные слова ну вот давайте рассмотрим для начала самую простую жизненную ситуацию женщина приготовила ужин она старалась и изобретала какой-то там невероятный рецепт и вот а мужчина пробует это блюдо и говорит фу какая гадость это ваша заливная рыба и женщина которая ожидала получить похвалу признание какая-то мастерица так приготовила такой сложный рецепт так вкусно получает неожидаемое одобрение похвалу и признание а наоборот такое презрительное свой адрес презрительное отношение к ее кулинарным способностям ну и к результату ее труду так вот мужчин которых может быть не более ну скажем так я думаю что не более 1 10 процентов он скажет ты знаешь очень необычное блюдо очень необычный вкус непривычный я распробовал кусочек но это не совсем то что как бы отзывается на мои пищевые предпочтения а как ты это готовил то есть смотрите да мужчина говорит что это непривычно для меня ну это не совсем такая гадость как можно было сказать в первом варианте то есть он готов к диалогу он готов дать возможность женщине рассказать как она готовила и может быть они совместно там что-то скорректируют но при условии вообще что мужчина ест рыбу начнем с этого как традиционно происходит когда люди проживающие в браке а сейчас мы говорим коммуникации со стороны мужчины в сторону женщины то есть направленная критика со стороны мужчины к женщине не наоборот когда мы говорим и даем какие-то критические замечания не заботясь о том как прореагирует страна на которую направлено критическое сообщение мы говорим это потому что в этот момент можем сами испытать какие-то негативные эмоции либо некоторые иногда люди говорят критические замечания осознанно с целью сделать больно партнеру понимая что например приготовление еды или внешний вид женщины это для нее больная тема и лишний раз уколоть это для нее боль в сердце боль в душе но мужчина при этом получил какое-то мгновенное самоудовлетворение самолюбование посчитал что он герой так вот возникает вопрос как правильно реагировать на критику мужа обычно я всегда говорю все начинается на берегу когда вы выбираете себе партнера и когда вы умеете или правильно обозначать свои границы и показывать мужчине вот эта граница до которой тебе можно дойти а вот за эти границы заходить уже запрещено не потому что ты плохой ли чужой чужой потому что здесь не может быть больно и я не уверена в том что ты можешь нарушить эту границу и не нанести мне боль поэтому вопрос к вам милые дамы вам в первую очередь умеете ли вы обозначать свои границы знаете ли вы свои зоны знаете ли вы ту территорию за которую вы уже не готовы никого пускать то есть это настолько ваша личная территория что там другим людям нет места пункт номер два обозначали ли вы обговаривали проговаривали договаривались ли вы со своим партнером как вы будете выходить из сложных ситуаций когда кому-то одному в вашей паре не нравится действие одного или другого партнера когда вы говорите что ты знаешь давай договоримся так если нам не нравится что-то мы говорим об этом честно прямо но с позиции уважение к личности другого человека вот здесь очень часто говорят давай говорить обо всем честно и прямо но забывают об уважении к личности партнера пункт номер три говорит о том что когда мы договариваемся о взаимодействии мы говорим так мы не просто говорим что мне не понравилось пункт номер три я всегда вношу свое предложение как бы мне хотелось чтобы было на самом деле если мы будем продолжать это тянуть вот этот пример заливной рыбы то например при условии опять же то что я сказала что мужчина ест рыбу тогда он мог бы сказать ты знаешь вот очень необычный вкус у этой рыбы я ценю твои труды но ты знаешь вот мне очень нравится когда ты рыбу запекаешь вот очень сохраняется вкус там хрустящая корочка вот если ты запечешь рыбу в следующий раз я буду просто бесконечно счастлива и тебе благодарен то есть смотрите женщина какую получила информацию заливная рыба ему не нравится он увидел мои труды он их оценил поэтому больше заливной рыбы я не делаю если я хочу это сделать какое-то приятное что-то для своего мужчины потому что в следующий раз что я буду делать запекаю вот когда вы пройдете все эти три этапа тогда будет более-менее у вас создана база на основании которой вы будете взаимодействовать и коммуницировать со своим мужчиной но что делать если вы вот эти три этапа вы их пропустили неважно по каким причинам не знаю в силу молодости не задумывались об этом что это нужно об этом говорить что же делать когда критика наступает да и мужчина критиковать может по разному поводу касательно внешнего вида действий слов приготовление еды воспитание детей порядка уборки чистоты в доме не так выглядишь не так сказал но мало ли к чему на что может упасть взгляд мужчины на какую тему он может дать свою негативную обратную реакцию и опять же здесь девочки включается несколько пунктов пункт номер один постараться услышать что он сказал потому что в этот момент мужчина вам дает информацию что ему не нравится например почему ты опять который раз обсуждая со своими подругами со своими там дурами подругами наше семейное отношение прекращай мне не нравится как ты это делаешь хватит ты сама там захушка болтушка ну всевозможные какие-то там эпитеты которые он говорит женщина традиционно в этот момент слышит слова направленные в свой адрес но она не услышала того что мужчина сказал что ему не нравится что она обсуждает вопросы семейной жизни поэтому первый пункт что мы говорим пожалуйста послушайте на что конкретно направлено критическое замечание вашего супруга мужчины партнера пункт номер два промолчите ну постарайтесь промолчать хотя бы первые 30 секунд просто делайте вдох выдох и скажите себе стоп я какую сейчас выбираю реакцию у меня выбор на реакцию как я отвечу на это критическое замечание включиться и сказать ему посмотри на себя ты сам дурак начинать кричать начинаете обвинять чем-то агрессировать расплакаться сказать что ты меня не любишь сказать ну дальше все возможные женские сценарии их бесчисленное количество то есть пункт номер два сказать себе стоп и сказать себе я сама выбираю способ реакции на критику максимально замечательный способ пункт номер три когда вы говорите я тебя услышала а что тебе не нравится можешь сказать мне подробно дать мне более развернутый развернутое предложение смотрите вы не обвиняете где хорошо я тебя услышала да мне подробно объясни мне подробно что тебе не нравится конечно же никто не гарантирует вам что мужчина тут же сядет с вами за стол переговоров и спокойным доброжелательным тоном вам расскажет все то что ему не нравится вполне вероятно что он точно также на повышенных тонах будет дальше идти в какой-то негативной форме вам что-то высказывать ваша задача не включаться не давать топлива в топку его агрессии окей он вам говорит в газе ну хорошо я услышала даже если внутри вы закипаете сдержите себя и завершающий пункт когда вы говорите хорошо я тебя услышала спасибо я подумаю не давайте сразу выход своим реакциям решению быстрому на конкретные на конкретное критическое замечание скажите хорошо я подумаю я потом тебе скажу что это надумая какая у меня будет какое у меня отношение вы можете сказать позже когда вы оба успокоились но сейчас ваша задача говорить спокойно и еще один комментарий все предыдущие касалось того когда в семье возникают какие-то столкновения на основе анализа ситуации событий разговоров это наша обычная жизнь но такие критические замечания они не являются нормой жизни а вот что делать когда негативные критические замечания оскорбления воды с женщины жены звучат каждый день тогда у вас не должен быть запрос консультанту как мне реагировать на критические замечания мужа а вам тогда нужно понимать вам тогда нужно поднимать другой вопрос что происходит сейчас в моей паре в моей семье никак не реагировать а какая ситуация мой муж постоянно находится в возбужденном негативном отрицательном состоянии и почему это все сказывается на меня есть необходимо сесть и разобраться причины тому может быть множество здесь не вовсе не поход психологу или к терапевту неважно кому консультанту коучу который скажет вам как вам реагировать на критические замечания здесь совсем другая ситуация поэтому девочки пожалуйста будьте внимательны к тому что происходит в ваших семьях будут вопросы пишите я всегда отвечу до встречи пока до встречи пока